здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами Нестегин Олег и сегодня я хочу вам показать Израиль а точнее Южная Сина меня этот регион заинтересовал своим горным массивом который занимает практически всю площадь этого района а заинтересовал он меня странными геоскульптурами которые я здесь обнаружил благодаря фотографиям так из первой меточки которую я вам хочу показать называется грибы здесь всего несколько фотографий но все они очень интересные давайте начнем с первой вот посмотрите внимательно женщина отдыхает в тени гигантского каменного гриба и правда удивительная фотография что это за гриб сморчок может быть это сморчок да исторически который окаменел как вы думаете рядом еще один грибок практически такой же давайте еще глянем а вот и третий грибок дорогие друзья очень и очень фантастично выглядит и любопытно все это как вы думаете водно-воздушная эрозия это создала такие геоскульптуры или все-таки это каменная жизнь хотелось бы услышать ваше мнение в комментариях но мы давайте дальше посмотрим что я тут интересного наглядел сами по себе здесь горы но очень уж интересные все знаете похожие на гигантский сыр практически все горы здесь изъедены вот такими вот небольшими пещерками то есть если сравнить то это как как бы губка да я понимаю то что вполне возможно то что это всего лишь сверху выветрилась так но кто его знает что внутри это надо рушить смотреть давайте несколько фотографий еще посмотрим этого удивительного места да конечно вполне возможно то что в прошлом далеком вся эта масса была перемешана более твердые породы и более мягкие а сейчас все это выветривается вполне возможно не спорю а может быть это и рост камней а может быть это древние кораллы и все это место раньше было на дне океана да на задний план также если посмотреть более внимательно мы такую же структуру увидим так а мы немножко дальше давайте продвинемся пометочка метка под названием куб очень и очень любопытная фотография дорогие друзья что это за каменное образование знаете я в догадках теряюсь как могла природа такое создать но посмотрите внимательно что это может быть и он на фоне всех остальных камней очень сильно отличается все остальные рядом они слоистые состоят из слоев а этот похож на губку не правда ли так мы давайте дальше продвинемся так и рядом меточка с такой же интересной каменной структурой все конечно это очень и очень фантастично выглядит но вполне конечно возможно то что это обычная водная воздушная эрозия спорить я не хочу я вам всего лишь показываю что есть у нас на нашей планете интересного и необычного а что это мы в процессе уже комментирование решаем каменная ли это жизнь или всего лишь водно-воздушная эрозия да еще одно место для съемок фантастических фильмов не правда ли знаете мне кажется вот все фантасты обращает основное внимание на марс юпитер фантазирует ландшафты какие-то создает фантастические мне кажется и создавать ничего не надо надо просто больше по нашей планете путешествовать и знаете здесь такие фантастические формы что ни одна наверно планета в нашей вселенной не сравнится с фантастичностью форм так и следующая метка у нас под названием белый песок да дорогие друзья здесь на самом деле такой песок белый практически идеально белого цвета практически да немножко желтит но все равно как он здесь появился такой вот белый песок как вы думаете ведь вокруг посмотрите горная порода серого цвета темного цвета а здесь огромные залежи белого песка загадка не правда ли как он здесь появился еще раз за вопрос задаю пишите в комментариях очень интересно узнать посмотрите контраст какой на снег похоже не правда ли да очень интересный горный массив в южном синае так но мы дальше пометочка давайте повыше приподнимемся и посмотрим так а эти координаты мне прислал ильдар альбертович с пометкой дамбы на синае до эльдары также заинтересовали здесь огромное количество странных дамб это даже не дамбы а как бы перекатики такие что ли небольшие так вот таких вот перекатов огромное количество по настройкам по ущельям которые прорезают эти горы да также загадочка для меня для чего такие вот перекатики небольшие их тут найти немалое количество я их все показывать не буду они все однотипные поэтому смысла нету всех показывать но эльдару огромное спасибо за меточки благодаря его дамбам я обнаружил здесь вот странные грибы странные камни форме губок и тому подобное вообще сами по себе здесь горы знаете похожи на тесто которое всходит чем на обмытой водой ветром скалы да с первого взгляда кажется что обычные скалы а вот детально рассматриваешь их видишь что здесь что-то не то так давайте приподнимемся окинем взглядом меточки что этот панат печал так меточка под названием захоронение да пока рассматриваем эту область нашел древние захоронения также может быть кому-то интересно будет так ну а мы давайте немножко дальше продвинемся я вам еще покажу интересные грибы которые я обнаружил но немного далее уже в саудовской аравии так метка у меня также называется гриб но этот грибок еще более интереснее выглядит посмотрите какая у него форма какая ножка и подумайте почему он еще стоит почему он не обломался почему ветром не сдуло это какой крепости ножка должна быть это не просто глина который водой обмыло это какая-то совсем другая структура поэтому я и каждый раз обращаю ваше внимание на такие вот грибы так а это у нас это вулкан расположены на аравийском полуострове на территории нынешней саудовской аравии да на вулкан конечно мало чем похожи знаете больше на пирог похоже как я вам ранее говорил скалы похожи на тесто всходящие а дальше сверху чем-то подровняли знаете и такую лепешечку наложили не знаю с другого раствора как повидлом намазали посмотрите какая платформочка интересная получилась а вот если верхний слой убрать то мы увидим вот такое вот каменное тесто интересно не правда ли дорогие друзья так меточка под названием f а это значит то что фотография интересная да странная арочка также а в левом нижнем углу мы увидим тот самый грибок который стоит так здесь две одинаковых фотографии паста и здесь очень и очень странные каменные образования похожие на пасту которую выдавливали знаете из тюбика накладывали вот такими вот странными полосами которые это остатки от древних карьеров то есть паста хранилища то есть хранилища отходов почему у меня такая гипотеза знаете но если детально здесь рассматривать все то мы увидим какие-то технологические полосы конечно вполне возможно то что это трещина но кто его знает может быть что-то это указывает нам на технологическую то есть отработку то есть моя гипотеза то что это древние отвалы то есть сначала шла закачка под землю разнообразных растворителей дальше все это на землю выкачивалась перерабатывалась и складировалась вот такой вот пастой поэтому и называется паста хранилища сейчас и в современном мире такие технологии существуют я так думаю такие технологии в прошлом существовали поэтому нас практически везде преследуют вот такие вот округлые формы как будто выливали пасту и повторяясь это всего лишь мои фантазии гипотезы мои мысли не надо брать это за веру свои мысли высказывайте комментариях буду рад их почитать так ну а мы на этом этот видеоролик закончим надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч